доброго времени суток мои дорогие зрители рада вас видеть на своем канале календарная зима уже давно закончилась и март месяц также подходит концу у кого-то весна уже в самом разгаре у кого-то еще даже не наступила но уже хочется чего-то такого весеннего свежего и поэтому я решила сегодня выложить прекрасный видео рецепт идеального чизкейка нью-йорк а перед тем как приступить к просмотру обязательно подпишитесь на мой канал оставляйте лайки комментарии мне очень важно ваше мнение ну что давайте начнем подробный рецепт со всеми ингредиентами как всегда в описании под видео первым делом я сделаю основу для чизкейка для этого мне нужно печенье можно взять печенье по типу к чаю кофе есть вполне подойдет такое полупесочное я говорю масло сливочное 100 грамм это примерная порция потому что печенье у всех разное на какое-то печенье может впитать больше масла какой-то меньше вы уже ориентируйтесь там на месте ну плюс минус 100 грамм главная задача это сделать липкую массу если масла будет недостаточно вы растапливаете и подливаете еще и пол чайной ложечки молотого мускатного ореха я приступаю к измельчению печенье а масло тем временем я пульсами растоплю микроволновки нам нужно жидко печенье у меня здесь 200 грамм и 100 грамм масла но я сейчас посмотрю еще возможно масло придется больше добавить печенье измельчила добавляем ускатный орех немножко перемешиваю и добавляю масло напоминаю что здесь 100 грамм растопленного сливочного масла удобнее конечно всего это руками перемешивать лучше так не хочется марать руки в жирном масле все-таки руками перемешаю прямо так чтобы вбить в крошку этот жир честно говоря я бы грамм 30 наверное добавила еще просто буквально чуть-чуть сейчас так и сделаю и так и растопила еще масло и добавляю измельченной крошки вот видите вот оно должно клеится вот это хорошая крошка вот такая она должна быть дальше я беру форму у меня 20 сантиметров в диаметре старенькая мне такая форма уже видевшая виды и выкладываю на дно половину массы я буду делать с бортиками чизкейк можно делать и без бортиков и от два варианта абсолютно приемлемо но если вы любите сочетание с тестом из печенья то конечно делайте с бортиками можно даже потолще если вы любите все-таки больше вот эту вот творожную массу тогда можно сделать просто вот так вот подложку и никаких бортов не лепите дальше выкладываю вот так по бокам беру стакан с ровными краями не граненый и вот так стаканом формирую бортики эти достаточно ровный бортик получается единственно что нужно будет подправить потом высоту на 20 сантиметров форма высота примерно сантиметра 45 максимум иначе будет сильно торчать теперь я пород подровняю борты у меня вот такая пицца резко так я уже выровняла стенки сделал одно видите как ровненько получилось теперь я оставляю эту форму заготовку для чизкейка в морозильную камеру минут на 20-30 это мне как раз хватит времени для того чтобы приготовить саму начинку и уже можно включать духовку на разогрев на 180 градусов для приготовления начинки я взяла три пачки стандартных сыра филадельфия это вот такая самая классическая пачка 175 грамм то есть у меня здесь пятьсот двадцать пять грамм я добавлю сахарной пудры примерно 100 грамм сладость можете регулировать сами кто как больше любит можно больше можно меньше на текстуру это не повлияет все ингредиенты пропорции и полный рецепт в описании под видео как всегда для вашего удобства добавляю 100 грамм сахарной пудры сразу за лисы я сейчас добавлю перемешаю и попробую как она будет на вкус я даже наверно 80 грамм добавлю посмотрю что прошлый раз я делала 150 было очень сладко 80 грамм ровно дальше я перемешиваю все это венчиком сначала покажется что-то нереально очень густое но она потом сахар начинает содействовать с творогом будем так говорить да с филадельфия и она начнет пускать сок странное определение пускать сок в общем выделяться будет водичка и она станет жидким почему важно венчиком потому что нам нужно сохранить максимально текстуру самой филадельфии то есть ее не нужно прям взбить в жидкость она во-первых будет очень жидкой а во-вторых текстура будет не такая плотная как нужна для чизкейка смотрите видите все пошел процесс она быстро буквально минутка и филадельфию уже можно спокойно перемешивать я еще раз сахар проверю в самом конце когда добавлю все ингредиенты потому что будут еще сливки будут еще яйца если вы конечно не боитесь сырых яиц я не боюсь я их могу пить сырыми я очень люблю теперь мне нужно добавить 2 яйца средних я буду вводить по этапу то есть сначала одно там другое теперь мне нужно примерно 1 столовая ложка лимонного сока 2 столовых ложки кукурузного крахмала можно картофельного в принципе я особой разницы не вижу ванильный экстракт или ванилин в общем что у вас есть ванильная я беру вот такой жидкий мне очень нравится понимаю что-то ненатуральный но натуральный на самом деле не так передает вкус ванили хочу отдельным пунктом отметить то что крахмал снижает риск трещин на поверхности чизкейка поэтому если вы хотите чтобы было красиво то конечно обязательно добавляйте на вкус чизкейка это никаким образом не повлияет и последними я в виду сливки у меня сливки жирные 32 вот масса получается видите как такая как жидкая сметана магазинная это нормальная консистенция все начинка для чизкейка готова теперь нужно достать форму и поставить выпекаться но тут еще есть один нюанс я вам сейчас расскажу выпекать чизкейк нужно на водяной бане это что означает это нужно взять форму побольше чтобы туда помещалась форма с чизкейком у меня видите немножко она не подходит поэтому я вот такой металлический брусок и на него поставлю и в эту форму когда вы уже поставите форму сначала первую в духовку потом сверху чизкейк и только потом вы заливаете кипятком кипятка нужно примерно 1 литр и чтобы ну где-то плюс-минус на серединке этот кипяток доходил вот так должен выпекаться чизкейк первые полчаса 40 минут он должен выпекаться при температуре 180 градусов потом вы уменьшаете температуру до 150 градусов и выпекаете еще полчаса а когда уже чизкейк испечется я покажу какой должен быть внутри чизкейк то есть он не должен быть полностью плотным он должен как желе быть примерно я покажу на видео и только тогда вы выключаете духовку приоткрываете дверцу и чизкейк еще остывает ну до такого нормального состояния практически комнатной температуры можно оставить и на столе потом но лучше чтобы он остыл полностью в духовке и только потом чизкейк нужно будет поставить в холодильник на ночь минимум на 6-7 часов и так вливаю начинку для чизкейка не угадала опять с борта нет четко вообще просто четко и так теперь как я и говорила я беру форму побольше и ставлю туда чизкейк и в таком виде отправляю в духовку не нужно сразу заливать воду потому что гораздо удобнее в духовке заливать чем потом нести это вода плюхкается нагрев обязательно ставьте нижний потому что он у вас будет запеченной корочкой сверху если вы поставите нижний верхний все теперь я наливаю воду как я говорила уже примерно допустим у меня получилось это на треть я сейчас добавлю в общем и закрываете дверцу полчаса 180 следующая полчаса 150 а теперь как проверить что чизкейк уже готов по окончании приготовления вы берете какую-то кухонную приспособлую палочку или какой-то вот как у меня лопатка и стучите по бокам чизкейка если в середине он остается такой как трусится как желе значит можно выключать духовку далее вам нужно вынять чизкейк из формы с водой оставить его на решетке и оставить при открытой дверце духовки чтобы чизкейк дошел затем пусть он остынет до комнатной температуры и поставьте его в холодильник на ночь вот мой чизкейк уже охладился полностью выстоялся всю ночь в холодильнике уплотнился как и должно быть и сейчас мы будем пробовать классический чизкейк нью-йорк принято подавать со свежей клубникой либо же с клубничным каким-то джемом или вареньем также подойдет идеально шоколадный топпинг либо тертый молочный шоколад вот такой красавчик у меня получился как вы считаете оставляйте свои комментарии по этому поводу если вам понравилось мое видео обязательно мне это сообщите своим лайком а также подписывайтесь кто этого еще не сделал всем приятного аппетита пока пока